Омская область Омская область дала стране 136 героев Советского Союза Амичи уважают своих героев В 1975 году в городе открывается парк Победы Его площадь 214 гектаров А состоит он из двух частей Облагороженной и нетронутой Изначально турист попадает в первую Здесь можно полюбоваться творениями скульпторов Во славу Великой Победы Знакомьтесь, 9-метровая сибирячка Скульптура олицетворяет собой твердость духа И целеустремленность женщин страны Которые сделали все для Победы Мальчик символизирует детей страны Которые тоже всеми силами восстанавливали Россию после Великой Отечественной Родную землю символизирует Ряз берез позади композиции Сибирячка стоит в самом начале Дороги войны Преодолеть этот путь в полной опасности И неожиданностей народ смог за 1418 суток По обочине дороги 18 монолитов На них высечены моменты сражений В которых принимали участие амичи У подножья гранитных монолитов под плитами Замурованы гильзы от артснарядов С землей взятых с мест боев омских формирований Главная скульптура парка – воин-освободитель 14-метровый памятник видно с разных точек города Над головой он держит меч и лавровый венок Символ победы В 1995-м здесь построили часовню Когда освещали, упомянули имена Великих полководцев Руси Дмитрия Донского, Александра Невского, Георгия Победоносца Мемориал воинам о мечам Возвели в 2005 году по проекту архитектора Игоря Вахитова Он хотел показать, что каждого меча Погибшего при исполнении воинского долга Независимо в какой войне Помнят и чтут Каждый год сюда стекаются сотни людей Чтобы возложить цветы и отдать дань уважения В августе 2011-го состоялось торжественное открытие памятника героям-чернобыльцам Его еще называют Чернобыльский ангел Мемориал установили специально к 25-й годовщине со дня страшной катастрофы Он представляет собой арку с колоколом На мраморном постаменте возвышается ангел-хранитель По задумке автора Сергея Норышева В руках ангел-хранитель держит оливковую ветвь Это символ примирения человека с Богом Ветвь – единственная деталь памятника, которую отлили из бронзы Непосредственно здесь, в Омске Все остальные работы выполнили специалисты московского завода А это – естественная часть парка В каком еще мегаполисе можно найти сохранившиеся гектары леса и массу водоемов Прийти сюда можно без всякого разрешения, с палаткой и устроить пикник Хорошо провести целый день на природе, не выезжая из города Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok